Здарова, пецки! Сегодня я вам расскажу историю о том, как я барыжил видеокартами. О том, как я поднимал бабки в интернете, но потом фатально лоханулся. Одна из самых постыдных, но в то же время поучительных историй о том, как я жестко обломился. Готовы? Лайк, колокол, погнали! Еще будучи школьником, мне очень нравилась тема сборки компьютеров, приставок и прочей электроники. Когда в очередной раз картридж Сеги переставал работать, приходило время брать в руки отвертку и паяльник и пытаться чинить единственную радость. И хоть навыков у меня подобных не было и вся работа проводилась на свой страх и риск, каждый раз я поднимал старую Сегу из мертвых и на чердаке с братом мы рубились в Mortal Kombat. Время не стояло на месте и с каждым годом в свет выходили новые консоли, комплектующие для ПК, которого у меня тогда и не было. И вся эта таинственность, хоть и заочно, но заставляла меня изучать мир компьютерных технологий. Вы не поверите, каким был мой восторг, когда я впервые поиграл в GTA Vice City. Вы только вспомните то самое чувство первой вашей игры на компе или консоли. В тот момент мне казалось, что просто лучше быть не может. И когда вышло в свет GTA San Andreas, мы с одноклассником даже одевались в стиле Карла Джонсона. И вот в таких нарядах ходили в школу. Это была самая жесткая кринжота, но нам в тот момент казалось, что так и должно быть. Время летело незаметно и в годах так 2007-х, что ли, когда вышел на компы Кризис 1, у меня комп, конечно, его не тянул. Да и времена были трудные. Как раз поступил на первый курс универа, тут уже было не до игр. А когда я отучился два курса универа, меня благополучно поперли. А потом еще год курсы, практика, работа и вот наконец-то пришел тот самый момент, когда у меня появилась семья. И кроме работы, нужно было еще как-то зарабатывать, помимо основной работы. Это был 2010-й год, мне было тогда 20, и на тот момент основным моим хобби были как раз-таки игровые консоли и всякая компьютерная техника. На досках объявлений я опубликовал посты о том, что соберу комп для любых задач, из новых или БУ-комплектующих. Помогу выбрать БУ-комп, чтобы не лохануться и проведу чистку компа от пыли, заменю термопасту и сделаю так, чтобы компьютер не лагал. Самая выгодная и удобная схема заключалась в том, чтобы чел с компом приезжал ко мне домой и на его глазах проводили всю эту чистку и замену. Так как в квартире у меня была оборудована для этого комната с пылесосом и вытяжкой, к тому же был весь необходимый набор инструмента. Набор инструмента. Отвертка, пылесос, пассатижи. Сейчас в это трудно поверить, но раньше на такие услуги спрос был просто колоссальным. И даже в моем городке можно было легко иметь 200-300 долларов в месяц на чистки компьютеров и установки всякого паленого программного обеспечения за 30 или 40 гривен. В то время такое понятие как компьютерный домушник было мало распространено и люди часто отправляли свои компы, передавали через такси и никто не опасался никакого кидалова. Да что уж говорить, я на честном слове отправлял свой Xbox для первой прошивки привода на LT3 в другой город. Представьте себе! Но стоять на месте было тупо, учитывая то, что на восстановлении и чистке компьютеров, кроме этого, можно было еще зарабатывать на их ремонте. Чего я, конечно же, делать не умел. Потому первым моим подопытным стал вот такой старый Xbox 360. Если кто не знал, первые ревизии таких консолей страдали перегревом. Microsoft сделали вот такую конченую систему охлаждения на ревизиях Xenon и Zephyr, выпущенных в 2005 году. Да-да, не удивляйтесь, на вот такой теплоемкий процессор поставили обычный алюминиевый радиатор. Ревизии Opus и Falcon чуть-чуть усовершенствовали в 2007 году. И уже в 2008 году выпустили ревизию Jasper, которая хоть и была горячей, но способна была проработать чуть дольше без всяких перегревов. А на секундочку, это был 2010 год, спустя 5 лет после выхода первого поколения консоли Xbox 360. И тот самый Xbox 360 на вторичке был актуален как никогда. Сначала я пробовал прогревать чипы техническим феном, менять термопасту и усовершенствовать систему охлаждения. Таким образом, после проб и ошибок, я собрал для себя вот такую стабильную консоль, которая прослужила мне почти год. Проверив свои силы, поверив в себя, с помощью говна и палки, точнее при помощи высокой квалификации, технического фена и навыков, я закупал сгоревшие консоли по 20, 30 или 40 баксов, да укомплектовывал их геймпадами, всякими проводами, блоками питаниями, прошивал привод и продавал по 100-150 долларов за штуку в зависимости от комплектации. 100-150 долларов это просто был самый низ рынка в 2010 году. Тогда у нас был такой сайт, назывался Аукру. Это типа аукциона, как Виолити, где можно поставить лот на торги с 1 гривны или продавать по фиксированной цене. Там была система отзывов, возвратов, рейтинга, и я был уверен в том, что если у меня прогретая феном консоль работает уже без проблем несколько месяцев, то и люди, соответственно, будут довольны. Забегая наперед, чтобы вы понимали масштаб, у меня был аккаунт с 450 продажами на сайте и всего одним или двумя негативными отзывами. Но к этому мы еще вернемся. Понимая это сейчас, я продавал, по сути, восстановленные на коленке консоли с перегретым чипом, которая может отработать полгода, а может и нет. Узнал я об этом, конечно же, как вы понимаете, спустя этих самых полгода. Дела шли настолько хорошо, что уже в 20 лет я имел в кармане нормальный кэш и перспективы дальнейшего роста. Со временем я нашел поставщика, который возил консоли из Америки партиями, тупо огромный такой ящик, внутри которого, как секонд-хенд, набитые консоли, провода и геймпады. Я выкупал по 10 баксов за штуку и еще 50 баксов за провода в ящике. Таким образом, бизнес нахоти ебашил так, что я мог в день продавать по 2-3 консоли. Но со временем на сайте мне прилетает негативный отзыв за то, что товар оказался нерабочим, и продавец требует вернуть деньги. Присылает видос о том, что у консоли красные огни смерти и просит возврат средств. Один случай на 30 или 40 успешных продаж, сущий пустяк, чтобы заморачиваться. Но когда через неделю на мой аккаунт начали падать жалобы от тех людей, которые ранее купили у меня консоли, я задумался. Что-то тут не так. Аукцион в то время это был по сути мой бизнес, где были собраны отзывы и прочие достижения. Портить репутацию, которая строилась упорным трудом, было глупо, из-за спором с покупателями, потому в некоторых случаях я возвращал деньги, а в некоторых случаях, где прошло 3 и более месяца, отказывал в возврате, так как от себя давал гарантию всего на 90 дней. Но понимал, что где-то я накосячил, и по всей видимости, прогрев чипа феном и установка нового радиатора от более свежей консоли не решает проблему брака, и я понял, что с этим говном надо закругляться. А партию сломанных приставок нужно срочно продавать. Еще около 30 консолей я выставил на продажу и начал задумываться, чем же заниматься дальше. Замена термопастой и чистка компа по сравнению с барыжничеством восстановленных консолей приносила в месяц 200-300 баксов, в то время, когда две восстановленных консоли приносили практически тот же доход. Но тут я начал понимать, что это не совсем правильный подход и надо менять квалификацию. Единственным разумным выходом из этой ситуации было восстановление видеокарт, которых в то время на рынке было немерено. Начинаю от самых старых GT 6600, GT 8600, GTX 8800, GT 9600, GTS 250, GTS 450. Короче, это все можно перечислять в вечность. Но! Видеокарты Nvidia в тот момент были самыми востребованными. Эти самые карточки попадали в средний ценовой диапазон. Конечно же, на них был просто колоссальный спрос и я решил на этом попытаться заработать. Для начала я покупал самые слабые образцы, чтобы тренироваться восстанавливать их после артефактов. Перепаять на видеокарте конденсатор или какой-то сгоревший предохранитель, это было не проблемой. А вот прогреть чип с помощью технического фена, вот это было глупо. Потому в тот момент я и задумался о приобретении инфракрасной печи для ремонта видеокарт. Понятное дело, что опыта никакого я не имел. И тут есть одна очень подходящая поговорка. Дуракам везет. Я вам говорю откровенно, в моем случае точно так и было. Я закупал с рук видеокарты, которые ранее никогда не вскрывались. Это был основной критерий по выбору пациента. И после вскрывал видеокарту и проводил чистку и замену термопасты. После чего включал, смотрел, что с ней не так и какие на экране артефакты. Если я не понимал, что греть, грел и чип. И память, все грел. Топил по черному, пацаны. Касательно инфракрасной печи. Мне было очень жалко тратить на нее деньги. А стоила она ого-го сколько. Потому с помощью лампы для прогрева поросят и курей я собрал кибермашину для ремонта видеокарт с термодатчиком и лампой. Суть заключалась в том, чтобы прогревать чип и память под инфракрасной лампой, заливая под элементы флюс. Ну, сверху, конечно же, немножечко пригревать техническим феном. Таким образом, после отвала чип якобы становился на свое место, а потом припой с помощью растворителя можно было легко вымыть из-под чипа. Конечно же, после таких манипуляций видеокарта имела практически, ну как практически, ну нормальный товарный вид. И покупатель, понимая, что это самый дешевый вариант на рынке, причем рабочий, с гарантией в 90 дней, раскупал эти видюхи как горячие пирожки. Мне казалось, что это лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире? Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. По сравнению с консолями, видюхи хоть и не приносили сверхприбыль, но их намного легче было разбирать и собирать. А, соответственно, поставить ее после всех манипуляций в компе и прогнать через фурмарк на 50 минут вообще не было проблемой. Таким образом, я барыжил дешевыми картами еще полгода до того момента, пока не попался джекпот. В то время на аукционе одна киевская фирма выставила лот на торги с видеокартами GTS 450 от Palit, которые были в свое время настолько конченые, что именно из-за них пошел по миру слух, что Palit твой дом с Palit. Что воняет и дымит? Эта карточка Palit. Относительная лишь правда заключалась в том, что в случае с GTS 450, вот такой как на фото, она попросту оснащалась ужаснейшим по тем меркам радиатором и отвратительной системой питания. То есть самые плохие отзывы у производителей были основаны на самых дешманских видеокартах, которые в принципе от любого производителя в то время горели точно так же, как и Palit. Я шел на огромный риск, покупая 30 нерабочих видеокарт, которые вышли из строя не пойми по какой причине. 30 нерабочих видеокарт пришли ко мне, а покупал я их у какого-то ноунейм продавца, который уверял, что карты списала фирма из-за каких-то неисправностей. И когда я вскрыл этот ящик, я буквально прихерел от того, что все видеокарты выглядели практически как новые. У некоторых, конечно, были сломаны лопасти вентиляторов, у некоторых просто треснута пластмасса. Когда я начал тестировать первые карточки на компе, понял, что кроме косметических дефектов никаких других проблем я не вижу. Как вы понимаете, в тот момент меня просто переполняли эмоции. Так как видюхи были не просто рабочими, они были практически в идеальном состоянии. Где-то надо было припаять пластиковую лопасть, а где-то заменить термопасту. Все. И чтобы не повреждать пломбу, три винта я откручивал специальной отверткой, чтобы не оставлять следов на видюхе. А тот болт, который с пломбой, вот такими специальными щипцами, чтобы сохранить ее целостность и увеличить стоимость. И, конечно же, для надежности положить на чип новую термопасту. Это был просто успех, пацаны. 22 или 23 видеокарты я продал по нормальной цене, потому что они оказались абсолютно рабочими. А остальные были просто с черными экранами. Что с ними случилось, я даже и не стал разбираться. Конечно же, после такого успеха я еще раз поверил в себя и понял, что надо работать по-крупному. И как последний лошара начал скупать самые мощные сгоревшие видеокарты того времени. Это были GTX 260, 275, 280, 285, 290. Видеокарты очень мощные. Даже бэушные стоили нехило. А чтобы их восстановить, нужно было хотя бы немного разбираться в технике. А что я? У меня в ассортименте лампа для курей, отвертка и пассатиши. Ах да, еще паяльник. Короче, заказал очередную партию, начал разбирать и оказалось, что напоролся я на таких же, как и сам. Потому что большинство видеокарт уже были гретые, перегретые, паяные, перепаяные. Соответственно, по оверпрайсу, как для нерабочих видюх. Но как ни крути, игровые! Игровые, блядь! В случае, когда видюха не вскрывалась, ее можно было без проблем продать спецам, которые ее бы восстановили. А также вы понимаете, и ты ее вскрываешь, это ну просто пи***ец. И пошла в моем бизнесе черная полоса, которая задезморалила меня настолько сильно, что я на какое-то время вернулся к прежней замене термопасты и чистке компьютера. А после и вовсе уехал работать на подстанцию, где уже было совсем не до компьютеров. И мораль всей этой истории даже не в том, что я, поверив в себя, по сути продавал хлам, который больше полугода и не работал. За исключением, конечно, новых палитов, на которых мне просто повезло. А в том, что за длительный промежуток времени я неправильно управлял средствами, которые практически не вкладывал в оборудование и больше тратил на себя и на семью. Дело приносило прибыль практически два года. Два года я крутил этот мусор, как любой среднестатистический барыга. И даже не подозревал, что таковым, собственно, и являюсь я сам. Даже качественный ремонт видеокарты, уже знаю по личному опыту, дарит ей от нескольких месяцев до года жизни, после чего ее проще выбросить. И что уж говорить теперь про видеокарты и консоли, которые были прогреты техническим феном и лампой для курей. Знаете, это самая постыдная история на моем канале, которая рассказывает о том, что когда ты наивный глупец, поверившим в себя и в свои силы, даже самая глупая затея может принести результат. Вопрос лишь в том, какой ценой и сколько таких же халявщиков, желающих купить подешевле, получат не совсем то, о чем мечтали. Мораль в том, что аномально низкая цена всегда привлекает аудиторию халявщиков. Букмекеры вам обещают бонус при пополнении, казино плюс 100 к депозиту, сомнительные магазины обещают скидки после предоплаты. И все это объединяет дураков всего мира, которые в жажде получить халяву, думая, что они умнее и хитрее других, сами оказываются в этой же ловушке. Вы верите в инвестиции, которые рекламируют проплаченные говноблогеры. Но запомните одно, скупой платит дважды, а лох платит всегда. Любое кидалово рассчитано на жадных и глупых людей. Это целевая аудитория тех, кто считает себя умнее и хитрее других. Важно лишь замечать это за собой и, конечно же, перестать верить в сказки. И чтобы не быть альтруистом, и мой труд и материал окупал сам себя, тут будет реклама. Вы знаете, что играю я на желтом сервере Amazing в GTA Криминальную Россию. Ваша поддержка всегда мне помогает зарабатывать честно и не борожить видеокартами. Потому все ссылочки в описании, я надеюсь, видосик для вас был полезным и увлекательным. Пишите в комментариях темы, которые вас интересуют. Если я буду компетентен в этих вопросах, обязательно все это обсудим с вами уже в следующих роликах. Так что, мое почтение, увидимся совсем скоро.